Готова ли Россия к труду и обороне? Губернаторский совет обсудил реализацию проекта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. В то время, пока одни ностальгируют по сдаче нормативов, другие думают, как их воскресить. Виктория Лопатайте узнала, что такое ГТО не по-советски, а по-российски. Наша задача сделать так, чтобы они имели правильную систему координат, правильный пример. Система координат молодежи должна выстраиваться на оси здорового образа жизни. Свои вступительные слова глава региона Лев Кузнецов начал с напутствия. Сделать страну здоровой – задача максимум. В ФСК – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс – хороший метод. По сути, это известный в СССР норматив ГТО. Обсудить детали его внедрения собрались больше ста человек. Это первые лица краем, главы городов и районов, спортивная общественность, педагоги. Лев Кузнецов даже возглавил рабочую группу, которая проработает этот вопрос на федеральном уровне. Красноярский край по традиции станет экспериментальным. Дальше – вся страна. Срок – 4 года. И мы вместе станем чуточку здоровее. К продвижению идеи в массы уже подключились и столичные звезды. Внести свой вклад в создание комплекса может каждый. Обсуждению в ФСК посвящен целый сайт. Можно выбрать, каким будет значок, а также какие дисциплины будут задействованы. К примеру, в предварительной программе уже есть подтягивания, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину. Сдавать их могут и стар, и млад, что, кстати, приветствуют и те, и другие. Мы еще в школе все сдавали, и какие-то спортивные секции, только укрепляли свое здоровье. Считаю, что очень даже полезное дело. Каждый человек гражданской федерации должен защитить свою родину, быть готовым к труду. Молодежь-то чем сейчас занимается? Не тем, чем надо. Хоть делом займутся. Однако, чтобы заняться делом, нужна спортивная база, то есть где и на чем заниматься, а также тот, кто поможет, то есть инструктор. В целом, сразу хочу сказать, что город был поэтап на учреждении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Последнее время мы стараемся уделять внимание для формирования спортивной базы, шаговой доступности. То есть это простейшие спортивные сооружения, что очень важно, общедоступны. И если такие проекты, как турник в каждый двор, создание пришкольных спортивных площадок, строительство, быстровозводимых спортзалов могут стать хорошей базой, то с наставниками пока сложнее. Конечно, надо возродить общественных инструкторов, потому что раньше-то этим занимались общественные инструкторы, а у нас сейчас физкультурных работников не хватает. Но впереди еще есть время. Первые эксперименты по сдаче нормативов начнутся в 2014 году. А судя по советскому прошлому, главное в этом деле – желание. Виктория Лопатайте, Сергей Раков, Глеб Савицкий, 7 канал, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова